Итак, привет дорогие друзья! Сегодня мы будем делать просто мега замечательную самоделку, в которой основными элементами будет вот эта вот профильная труба 60х60 со стенкой 3 мм и дрель. Также нам понадобится старый редуктор от болгарки от 125. Я нашел данные на металлоломье, его видимо еще кто-то пытался приваривать. Нам нужно сделать ровный упор в виде конуса. Нам нужно первоочередную это сделать разметку и пропилить, чем мы сейчас и займемся. Для удобной эксплуатации в дальнейшем нам нужно приварить ножки. Я взял такие обрезки профтрубы 40х20. В итоге мы получаем вот такую конструкцию с ножками для большей устойчивости. Далее нам нужно выбрать небольшой паз под ручку нашей дрели. Теперь нам нужно приварить вот такую конструкцию, а следом за ним вот такое ушко-колечко из 60х40 профтруба. Я ее немного согнул. Это нужно будет для того, чтобы установить нашу дрель. Как раз паз. И в этот паз встает ручка. И сейчас мы приварим все, обварим и посмотрим, что получится у нас. В итоге после обварки получается вот такая конструкция. Дрель заправляется сюда довольно просто. Также с этой стороны мы сделаем дополнительный хомут. Как я говорил ранее, нам нужно теперь сделать паз 20х20. Соответственно, его размерность. Соответственно, на 20 у нас будет паз. И будем убирать данную полосу отсюда с помощью балка. Субтитры сделал DimaTorzok Задней бабкой основания я также возьму трубу 60х60, это обрезок. В нее мы вмонтируем наш уже подготовленный редуктор со старой сломанной болгарки, которую я нашел. У нее был удлинен вал. Я его зачистил. Ну, блин, видимо, варили здесь круто, потому что вот эта часть сожженная. Приварен слегка неровно и есть биение. Но я не знаю, как он будет работать в ответную часть, потому что довольно туговато крутится. Проэкспериментируем. В любом случае, если что, можно будет заменить здесь подшипник. Приварен слегка неровно. А сейчас мы попробуем собрать нашу заднюю бабку. Конструкция в целом простая. На всякий случай перестает переправить. Допустим, вот такие моменты при сварке повело плоскость. Придется сильнее подтягивать. Также желательно, вот, к примеру, мы получаем наш задний бабку. И двигаемся. Допустим, вот так. Данная конструкция удобна тем, что мы можем еще дополнительно выставить соосность. Если сильно подтягивать, можем выставить дополнительную соосность. Но, не менее, отрегулировать, соответственно, наш станочек. И на данный момент мы получаем... Нам надо поднять высоту примерно вот до этого уровня. На 2 сантиметра. Подняли нашу стойку. Заднюю бабку я приварил здесь. Две полоски профиля. 2 на 2 распилил его просто вдоль. Получилось. Прибавили сантиметры. И вот, о чудо у нас соосно. Сейчас мы сделаем упор. И уже будем пробовать. По тому же принципу мы сейчас сделаем... Ну, относительно по тому же. Отрежем небольшой кусочек профиля. И также небольшой кусочек профиля 40 на 20. И начнем уже мудрить. В принципе, все просто. Все это можно найти в интернете. Ну, а вы смотрите. У нас профиль получается основной. Это 60 на 30. А внутри, который будет ходить, это 40 на 20. Соответственно, состоится пустое пространство люфта. И я вставил туда 3-х миллиметровый кусочек полосы, который мы выпили из нашей 60 на 60 трубы. Под сам станок. И сейчас прихвачу, и будет нормально бегать. В итоге сделали мы упор. Он собирается как конструктор. Крепление на раму, стопорная гайка. И здесь стопорная гайка для самого упора. Площадку для упора я сварил из квадрата и укрепил косынками. Все это фиксируется. Люфт нивелируется крепежной гайкой. Все, нет люфта. Так же и здесь. Соответственно, да, это вынос по длине. Точнее, по ширине заготовки. А это, соответственно, по высоте. Сейчас будем собирать. Сейчас мы соберем полностью всю нашу колхозную систему. И, как обычно, в процессе подстраивается. Поэтому сам столик пришлось немного подогнуть и приварить, потому что он не доставал. И чуть-чуть подрезать направляющий. Мы вставляем направляющий, вставляем вставляющий. Продолжаем сборку. Узел столика готов. Теперь ответная часть или задняя бабка. И так выглядит наш станок. Для первой пробы заготовки возьму такую вот вишню. Она сухая-сухая. Обрежем сучок. Специфика работы с данным устройством такова, что нужно обязательно будет просверлить под ответную часть. И тогда она будет вставать. А сейчас накручиваем. Итак, спустя полчаса ещё мучений. Биение есть как раз из-за того, что я уже говорил, что кто-то приварил изначально неровный вал. Я думаю, что можно будет попробовать избавиться. Просто практически под корень спилив его. Сейчас мы попробуем сделать небольшой проход. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok ну мы практически получили кругляшок тем не менее я добился того чем хотел биение хоть есть но она незначительная и подшипник дрели не умрет так быстро как все пророчили ну подведем итоги дамы и господа просто из обрезков металла из металлолома усердие желание и интерес я сделал небольшой токарничек тем не менее на этой штуке я могу допустим поточить небольшие ручки пример вот такую ручку на тот же напильник то есть применение в принципе немного но тем не менее ручки какие-то можно точить на нем и я в принципе доволен результатом будем делать дальше а вы подписывайтесь ставьте лайки и обязательно обязательно комментируйте напишите что я сделал неправильно я думаю что вы знаете лучше по любому вот ну а также можете рассказать друзьям и спасибо большое вот здесь два старых видео жми смотри вот здесь подписка на канал жми подписывайся пока